Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. В прошлом выпуске мы с вами поговорили о том, почему необходимо человеку посещать храм, богослужение, и чем молитва домашняя отличается от молитвы церковной. Но у нас в процессе рассуждений на эту тему возникает следующий вопрос. А как человеку остаться в храме, переступив его порог? И на эту тему сегодня мы порассуждаем с нашим гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка, отцом Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Как человеку прийти в храм и там остаться? Не стать тем, кто ходит в храм только раз или два раза в год, но так, чтобы действительно ты переступил порог храма и тебе захотелось там остаться, тебе захотелось прикоснуться к той красоте службы, молитвы, богослужения, красоте нашей веры и никогда не оставлять храм Божий. Подскажите, отец Максим, как этого добиться? Сложно, но попробуем. Я думаю, отче, ты слышал такое понятие, как прихожане на колесах. Это когда первый раз ты въезжаешь в храм в детской коляске для крещения, второй раз на свадебном кортеже для венчания, ну а третий раз сами поняли. Вот чтобы так не происходило, человек должен действительно задуматься, что такое храм и для чего его посещать. Я бы здесь, наверное, начал с того, что у нас очень много стереотипов о храме. Если позволишь, я прям кратенько скажу о себе. До 17 лет я был безбожным атеистом. Ну просто есть атеисты тихие, нет Бога и нет Бога. Я был буйным атеистом. И получается, я переступил порог храма, желая врага узнать в лицо. И первое, с чем я столкнулся, это с тем, что у меня в голове было очень много стереотипов, таких клише, которые были совершенно неправильны. И это первое, что меня поразило, ведь я читал, слушал, мне рассказывали о том, что и дальше там целый перечень. Поэтому проблема переступить порог храма, это иногда связано с тем, что, а, вы все попы, и пошло-поехало. Я в храме был, я там знаю, там все то же самое и так далее. Поэтому вот, наверное, первое, с чем человеку нужно столкнуться и побороться, это вот как раз такие вот стереотипы. Потом есть страхи о церкви, что там злые бабки, злые детки, там ужасно требовательные священники, которые, значит, волком смотрят на всех и вся. Вообще там гнетущая атмосфера, потом там невозможно дышать, потому что там ладан такой, что вот ты задохнешься и так далее, и так далее. Таких стереотипов тоже очень много. Поверьте, мои дорогие зрители, на практике все совершенно не так. И ладана у нас не так-то много используется. Храмы в основном у нас достаточно большие по объему, поэтому не получится так, что вы там задохнетесь. Вот. И священники у нас хорошие и добрые. Поэтому, наверное, это вот первое, значит, что происходит. Второе, тут нужно понять, что храм не отрывает человека от семьи. Храм и вообще вера православная не меняет человека в плане того, что это такая, знаешь, секта, которая указывает. Вот сюда ходи, вот сюда не ходи. Вот это делай, вот это не делай. Вот я сталкивался тоже вот с такими страхами, что я вот начну в храм ходить, и после этого я должен отказаться от этого, от этого, от этого, от этого. Тут нужно понять, что церковь и сам храм не меняет в этом плане самого человека. Мы предлагаем отказаться не от мира. Мы предлагаем отказаться от греха. А это две разные вещи. У нас мир прекрасен. И наша работа, и наша семья, и то, куда ты ходишь, и твои друзья, это замечательные люди. И никто тебе не говорит, что все с этого момента, вот с этим дружи, с этим не дружи. Церковь может рекомендовать, как некий врач, о том, что, знаешь, вот здесь вот может быть проблема. Вот если ты вот так вот поступишь, то, возможно, дальше будут какие-то нюансы. Но запретить? Нет. На самом деле ни один священник не обладает такой властью запретить своему прихожанину делать то-то, то-то или не делать чего-то. Рекомендовать, да, как друг, как, может быть, старший, но не запретить. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы приступить порог храма и в нем остаться, нужно сначала избавиться от вот этих стереотипов. Вы уже упомянули, отец Максим, по поводу того, что когда человек переступает порог храма, он может столкнуться не всегда с любовью и пониманием. Но иногда сталкивается с агрессией, с замечаниями в свой адрес. Со стороны тех, кто трудится в храме, несет послушание, может быть, даже иногда и со стороны священнослужителей, которые могут строго высказать какое-то замечание человеку или поправить его в чем-то. Как человеку вести себя в такой ситуации, когда кто-то приходит с радостью, желанием встретить Бога, найти понимание, и вместо понимания любви встречать такое отторжение, раздражение. Кто-то, наоборот, приходит в тяжелые моменты своей жизни в церковь, и опять же, вместо взаимопомощи человек сталкивается с постоянными укорами. Сюда не ходи, туда не ходи, ты вот неправильно сделал, ты неправильно выглядишь. И человек и так разбит скорбями, разбит испытаниями в жизни. И, надеясь увидеть свет и любовь в храме, он порой видит не совсем свет и любовь от людей, которые находятся в храме. Как человеку поступать в данной ситуации? Разворачиваться, уходить и клопать дверью, и говорить, что все, я больше никогда не приду в храм, здесь люди злые. Или наоборот, человеку попытаться отнестись с пониманием, с терпением, как вести себя нам в храме в такие моменты. Ну, давай начнем очень с того, что слава Богу, это не так часто. Слава Богу, это тоже в какой-то степени стереотип, который имеет место быть. Да, я не берусь говорить, что этого совсем нет, но все-таки не в таком масштабе, который иногда люди говорят и предъявляют. В большинстве случаев, которые я знаю, оказывалось, что это не сам человек лично, а он где-то слышал от кого-то. Людей, которые лично столкнулись с какими-то проявлениями агрессии, я встречал, но, слава Богу, не так много. Позвольте процитировать Евангелие, там такая есть фраза. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Мне кажется, она отвечает абсолютно на все поставленные вами очень вопросы. Общая тенденция сегодняшнего мира, к сожалению, очень грустная и печальная. Поэтому это проблема не отдельно взятого храма, не отдельно взятой служки, которая стоит около церковного свечи, значит, там, или в церковной лавке работы, или даже священника. Это в целом проблема, и я думаю, наши зрители с этим согласятся, что агрессии в мире стало больше. Это печально, но это факт. И в этом плане храм не место, куда приходят люди, спустившиеся с Марса. Они не становятся автоматически святыми просто потому, что они ходят в храм. К сожалению, это не так. И тут нужно понять, что святыми в храме являются иконы, которые там находятся, и жития святых, которых мы читаем. Но сами люди, включая священника, они далеки от святости. Разница только в том, что эти люди, которые находятся в храме, признают свои проблемы. И признав их, приходят в храм, и иногда даже меняются. Подчеркиваю, иногда. Это далеко не всегда. Особенно если учесть, что все-таки, к сожалению, люди у нас приходят в храм иногда уже в сознательном возрасте, а иногда и того старше. И на протяжении многих порой десятилетий ты вел иногда не самый хороший вид жизни и был, как все. Давайте так скажем. А тут вдруг ты начинаешь видеть совершенно другую модель поведения. Читаешь Евангелие, читаешь жития святых и понимаешь, что ты не прав. Но твоя тенденция, твое естество уже повреждено. И поэтому за пять минут себя переделать, нет, это невозможно абсолютно. Поэтому это вот так вот. Второй момент. Тут нужно понять, что, ну вот очень часто говорят, что вот там злые бабушки в храме. Давайте начнем с того, что бабушки у нас есть везде. Они есть в маршрутках, они есть в очередях в поликлинику или на почте. Они наши родные бабушки, и мы прекрасно понимаем их особенности. Это имеет место быть, и с этим мало кто тоже что может сделать. Просто да, ты правильно, отче, начал говорить о том, что все-таки в храм мы переступаем, порой имея какую-то острую проблему. Какую-то ситуацию, которая животрепещущая иногда даже. И когда человек неожиданно для себя переступает порог храма, и в этот момент он не взял с собой необходимую одежду, он иногда не взял с собой, может быть, там наличные деньги и так далее. Но тебя прямо вот в дороге коснулась какая-то ситуация. И в этот самый момент ты, приезжая мимо храма, понял, что тебе нужно туда пойти. Ты переступаешь порог храма, но встречаешь равнодушие. Ты встречаешь человека, который тебе еще и тыкает пальцем, что вот сюда не ставь, тут не вставай и так далее. И это очень печально и грустно, что это есть у нас в храме. И тут нужно сделать важный выбор. Важный выбор заключается в том вопросе, который нужно задать. Кому ты пришел? Ты пришел к человеку, который сидит в лавке и иконы продает и книжки? Наверное, нет. Хотел бы ты от него получить какую-то консультацию? Это да. Но консультация может быть просто информационная, безэмоциональная. А иногда охота найти жилетку, в которой поплакаться. И хорошо, если в храме есть в этот момент дежурный священник, который все-таки в основном имеет такую возможность встретиться с человеком, пообщаться, его выслушать. У нас в этом плане есть опыт, выслушивание. Поэтому я бы всем посоветовал постараться встретиться с Богом, а потом встретиться с священником. И не обращать внимания на иногда тех людей, которые служат при храме или сами являются прихожанами этого храма. И тогда не возникнет этих проблем. Если прям совсем какая-то ситуация, и человек уже не первый раз сталкивается с конкретными трудностями в конкретном храме и от конкретного священника, то тут есть несколько вариантов. Можно человеку сказать, а кто вам дал благословление делать замечание? У вас есть на это разрешение со стороны священника? В подавляющем большинстве случаев нет. То есть, ну, нет у нас такого в храмах, чтобы мы там, знаешь, вот там, Василий Иванович, давай ты будешь стоять на пороге храма и всех встречающих будешь там измерять линейкой, значит, там, и проверять на какие-то там наличия того, другого, пятого, десятого. Значит, в основном такого нет. Или можно подойти к священнику и ему сказать, батюшка, вот, все понимаю, ты там занят, у тебя свои дела, но вот там сзади есть человек, который отпугивает прихожан, вот, можно ли сделать ему какое-то замечание как-то сделать. Вот, поэтому, кстати, это проблема священников, и я честно признаю, что иногда мы недорабатываем. Поэтому у меня в этом плане был печальный опыт, когда я только начинал ходить в храм, и я видел иногда, к чему это приводит, но мой первый священник, он был бывший военный, такая косая сажень в плечах, такая смоляная борода, огромный детина, вот, и в один внешний вид уже вызывал страх и трепет, вот, а когда он в очередной раз вышел и просто наорал на этих бабушек за то, что они не дали молодому человеку, значит, там, покреститься, а через какое-то время он погиб. То есть, это трагедия, и он такой разнос устроил, и я для себя, вот, сделал внушение, что у меня на приходе такого не будет. И, кстати, опять, я поэтому с этого и начал, дорогие зрители, в большинстве храмов такого нет. В большинстве храмов, особенно где молодые священники, настоятели, они этот вопрос решают иногда жестко. И сегодня, слава Богу, храмы омолодились. И, да, бабушки есть, мы их любим, иногда просто нужно понять и простить. Вот, наверное, закончу на этом. Максим, вот вы упомянули по поводу одежды при походе в храм, насколько вообще важен внешний вид, когда человек переступает порог храма. Критично это обязательно ли женщине или девушке нужно быть в платочке, в юбочке, или, может быть, мужчинам там в шортах, в сланцах нельзя переступать порог храма. Насколько это вот в наше время это критично или не критично. Как вести человеку, если он увидел храм, увидел, что он в неподобающем виде и размышляет, зайти или не зайти. Зайти есть желание и большое желание, но, с другой стороны, внешний вид не позволяет, и человек проходит мимо. Насколько это вот в наше время это важно для человека иметь внешний вид перед тем, как прийти в храм. — Знаешь, отче, я еще до выцерковления, мне нравилась археология. И в археологии есть интересный такой момент, когда люди откапывают слои. И каждый слой, исходя из того, что они там находят, тут глиняный сосуд, тут железное украшение, тут такая-то побрякушка одежды или там изделия, понимают, что это за эпоха, дают им соответственные названия. Поэтому вот если люди через пару сотню лет раскопают нашу эпоху, то что они увидят? То есть как они будут судить о нас? То есть это эпоха чего? Это эпоха гаджетов, это эпоха изменения моды. То есть в каждый период есть своя мода. И это здорово. Когда ты листаешь учебник истории, или ты видишь какие-то рисунки или фотографии других времен, то ты видишь свою определенную атмосферу, и ты в нее погружаешься. Вот храм — это тоже в этом плане культурное место со своей абсолютно атмосферой. И да, мы заложники того времени, в котором мы живем. И исходя из этого, та одежда, которую мы носим, она становится частью нашего пространства. Поэтому ты иногда не можешь по-другому и переступаешь порог храма непосредственно в том, что для тебя является нормой. И тут вот возникает вопрос, а существует ли в принципе некое понимание дресс-кода? Не только в пространстве храма, а вообще в некоем культурном пространстве. То есть что является все-таки нормой, а что является ненормой. Поэтому если мы эту тему будем развивать, то мы столкнемся, что да, некая нормативная составляющая существует в целом. Начнем со школы. Нас в школе приучают к определенной форме. Где-то даже в школах есть совсем дороскотые школьные формы, где-то просто оговорено, что там черный низ, белый верх и так далее. Когда мы с тобой, отче, учились в семинарии, у нас тоже был определенный дресс-код. То есть нам давали гители, нам надо было подшиву делать и так далее. Вот ровным счетом то же самое есть и в храме. Некая форма культурного внешнего вида является нормой. И то, что сегодня пытаются размыть вот эти понятия, на самом деле это плохо. Это плохо в целом для нас как общества, для нас как семей, для нас как культурных людей. Поэтому все-таки я бы задался вопросом именно вот такого плана. Что является нормой, что является не нормой. Вот как-то вот с детства меня лично приучали, что если ты идешь в гости, что если ты идешь на культурные мероприятия, это будет там кино, театр и так далее, что есть определенные формы одежды, которые ты должен одеть. Но не идут люди в музей или в театр в шортах и сланцах. Но это бескусица. Поэтому я своих прихожан призываю именно к тому, чтобы ты понимал, кем ты стоишь пред Богом. Да, Богу в этом плане не важно, что на тебе надето. Он сердцевидец. И ты можешь быть одет с иголочки, но если твое сердце черствое, то Бог это увидит. И за красивыми одеждами, галстуками, рюшечками, ряшечками и так далее. И, соответственно, наоборот. Если бы мы встретили многих святых, особенно пустынников, людей, которые скрывались от мира где-нибудь в лесу, то, боюсь, внешний вид их был бы нам не очень приятен. Но сердце этих людей горело любовью, и всех этой любовью заражало, как там Серафим Саровский встречал пасхальными приветствиями. «Радость моя, Христос, воскресе!» Поэтому дресс-код имеет место быть. Он важен. Важно, чтобы человек, идя в храм, задался вопросом. Вот как это? Что здесь изображено? Что тут написано? Как это выглядит? Не смущу ли я кого-то? Но, когда мы говорим о моментах неожиданных, человек шел по дороге, увидел храм, дай-ка зайду. Или там опять, как выше говорилось, что-то случилось, и человек хочет сейчас конкретно помолиться, то тут есть два варианта. Первый вариант, когда при храмах, в подавляющем большинстве случаев, есть место, где можно одеть что-то сверху. И это в этом плане нет ничего. И, кстати, и в мусульманских мечетях это приветствуется, и это нормой считается. Значит, можно взять эту одежду, на себя надеть и спокойно дальше идти в храм. Второй вариант, когда ты, в принципе, просто переступаешь порог храма, подходишь к человеку, который там в лавке, например, сидит, и так ему и говоришь. Слушайте, простите, я вот не был готов к тому, чтобы прийти в храм, но вот у меня есть острая необходимость. Можно я сейчас зайду? И если ты к человеку по-человечески с улыбкой, то и в подавляющем большинстве случаев к тебе отнесутся с пониманием. У меня в этом плане в лавке удивительная женщина работает, которая с тобой и пройдет, и покажет, и вместе помолится, и расспросит, и посоветует, и так далее. Слава Богу, когда есть такие люди в храмах, и они есть, поэтому можно, можно спокойно ходить. Слава Богу. Ну, будем надеяться, отец Максим, что ваши добрые советы помогут нашим телезрителям не побояться пойти в храм и не просто переступить порог храма, но остаться там и приобщиться к этой большой церковной семье. Спасибо, отец Максим, за интересную беседу. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего понедельника, где мы с вами увидимся в половине восьмого. Ангела всем Хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин